Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как справиться с бессонницей? Многие люди рассуждают утром, потому что ночь у них выдалась неспокойная. Вопрос, который волнует, конечно, миллионы людей в нашей стране и во всем мире, мы постараемся сегодня разобраться. Но в гостях у нас сегодня не врач-сомнолог, как многие могли бы заподозрить. У нас в гостях начальник отдела спортивной нутрицептики Института физической культуры, профессор Российской Академии естествознания, кандидат биологических наук Александр Борисович Мирошников. Доброе утро, Александр Борисович. Доброе утро. Значит, хочу пояснить нашим слушателям, почему именно Александр Борисович у нас сегодня в гостях. Конечно же, самое простое, что могут сделать многие люди, когда у них бессонница, это принять какой-то снотворный, какой-то препарат, который с этой бессонницей справится на какое-то время, вызвав какие-то побочные эффекты. Значительно важнее научиться справляться с ней без этих препаратов, изменением образа жизни, какими-то физическими нагрузками, может быть, какими-то добавками в питание, да, может быть, какие-то витамины. Обо всем этом мы с Александром Борисовичем сегодня и поговорим. В общем, давайте будем избавляться сегодня от бессонницы без таблеток. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию прямо сейчас. Наш телефон 8 800 555 89 41. Звонок по России бесплатный, так что звоните, не сдерживайтесь. Итак, Александр Борисович, вот по вашим наблюдениям, какая основная причина бессонницы? Ну, давайте скажем сначала о статистике, вообще о проблеме, о которой мы сегодня говорим. Вообще сон является основополагающим таким для эмоционального, физического развития человека. И вдумайтесь только, 35% населения планеты Земля страдает бессонницей. Если перевести на деньги, эти люди тратят на 60 тысяч рублей в год больше, чем те люди, которые спят нормально. Ну, естественно, они, если не спят, они же куда-то там идут есть. Да, есть. Многие, кто-то там идёт в ночной клуб, кто-то и идёт в аптеку за снотворным. За снотворным. Понятно, что всё. Да. Электричество даже совершенно элементарно. Ночью, если ты не спишь, телевизор включил, там компьютер, тоже расходно. Конечно, конечно. И поэтому, конечно, проблема гигантская, гигантская проблема, которую необходимо нам с вами решать. Какова причина всё-таки? Итак, зачастую причины достаточно различные. Первая причина – это стрессы, дневные стрессы и, понятно… То есть, первое – это стрессы. Стрессы, то есть, возбуждение, так называют симпатикой андреналовой системы. Далее, следующая причина – отсутствие практически физической активности. Об этом мы поговорим попозже. Давайте начнём со стрессов. Что за стрессы, как с ними справиться, чем нам здесь может помочь, я не знаю, спортивная нутриция, физическая культура. Итак, прежде всего, физическая культура как может помочь стрессам. Что такое стресс? Стресс – это перевозбуждение нашей с вами центральной нервной системы. Что происходит? Перевозбуждение никак, система не может включить вот этот парасимпатический драйв, и необходима непосредственно какая-то смена, смена активности, смена самого, да? Ну, то есть, чтобы человек мог после того, как он там возбудился по какому-то поводу, я не знаю, прочитал какую-нибудь неприятную новость в интернете. Да, проигрался на работе. Чтобы он после этого мог переключиться в состояние расслабления и покоя. Да, всё правильно. Соответственно, это очень хорошо помогает именно физическая активность. Тут ещё не просто физическая активность, а аэробная физическая активность. Например? Например, бег, ходьба, плавание в таком вот режиме, когда мы с вами дышим носом. Это обязательная рекомендация. Многие люди здесь усомнятся, они скажут, как так, если я перед сном пойду бегать или там плавать, я же после этого вообще не усну. Нет. Вот тут необходимо буквально за час, самое позднее до сна, выполнять аэробную работу, в конце успокоительную какую-то гимнастику. Например, здесь хорошо помогает дыхательная гимнастика. Здесь хорошо помогает медитация, здесь хорошо помогает расслабление стретчинг, то есть растяжение мышц, плавное такое расслабление мышц. И тогда, то есть существует всегда три фазы занятия. Это, прежде всего, разминка, потом сама основная часть занятия. Например, мы крутим велоэргометр. И в конце заключительная часть, где основная задача успокоить нервную систему. Вот если занятие проведено правильно, то тогда человек не только засыпает, засыпает, а можно, так сказать, доползает, еле доползает до кровати и просто забывает про свой бессонт. Значит, обращаю ваше внимание на то, что занятие должно стоять из трёх этапов. Первая, соответственно, разминка. Дальше. Аэробная нагрузка. Здесь может быть и велосипед, и ходьба, и плавание зимой. Это могут быть лыжи. Но важно, что это должна быть нагрузка такого уровня, при котором вы можете спокойно дышать носом, не переходя на дыхание ртом. И обязательно, обязательно в конце упражнение на растяжку и дыхательное упражнение для того, чтобы расслабиться. И вот это за час до сна уже всё должно закончиться. Да. Так, да. У нас есть звонок. Алло. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Татьяна. Так. Вот у меня такой вопросик. Вы знаете, в последнее время я вот стала страдать от бессонницы. Так. Ложусь примерно где-то в 10-10.30. И никак не могу уснуть. Не знаю, что, от чего, к чём причина кроется. Ну, где-то до часов двух ночи я лежу с одного бока на другой. Я всё не знаю, как же уснуть. Пытаюсь там в телефоне, в соцсетях пообщаться, посмотреть какую-то информацию, или почитать, ну, ничего не помогает. У нас следующее утро, соответственно, я стою рано, и в 6 утра я уже на подъёме. Через день, получается, у меня особенное состояние, ну, я никак не могу. Что мне посоветовать, как вообще поступить? Потому что, ну, взялось, естественно, от недосыпа. А скажите, а вы спите днём? Нет, к сожалению, при нашем нынешнем ритме не получается. Не получается. Да. Ну, вот, действительно, серьёзная проблема. Ну, давайте сначала тут проблема имеет две части. Во-первых, первая часть, которую я увидел, это общение в соцсетях непосредственно перед сном. Да, да, да. Гигантская проблема весь мир сейчас изучает, потому что люди разделяются на два лагеря, можно так сказать. Первые люди, которые перед сном за 30 минут пользуются спокойно, соответственно, соцсетями, и потом вот испытывают такие проблемы, которые наш сейчас вот слушатель сказал. Вторые, наоборот, вот это интерактивное действие экрана, наоборот, помогает засыпанию. Вот у меня, например, вообще просто я засыпаю, как младенец. Да, и всегда сравнивают, существует книга, и существует интерактивное действие экрана. И вот для многих людей либо одно вызывает засыпание, либо другое. Поэтому важно проэкспериментировать. Нужно либо почитать книгу, которая не вызывает каких-то сильных эмоций, то есть, наоборот, интересная такая, может быть, даже несколько сложная книга. Я вот думаю, что можно использовать книгу, которую человек уже читал. Она-то точно особых эмоций не вызовет. Да, да. Либо стихи. Либо стихи очень интересны. Вот. Соответственно, вторая часть людей, которые не могут заснуть после вот как раз соцсетей. Почему? Потому что, ну, какие-то переговоры со соцсети, да, какая-то, может быть, информация. Ну, эмоции. Эмоции в основном. Эмоции полностью блокируют, соответственно, сон и не дают уснуть человеку. Поэтому первая рекомендация. Прекратить за 30 минут общение в соцсетях, если это не позволяет уснуть. Вторая рекомендация. Включить физическую активность. Включить опять физическую активность. И третья рекомендация. Мы о ней сейчас поговорим, когда будет разговор всё-таки идти о питании. Да, это важно. Значит, вот от себя могу добавить, что это то, что называется присомническая инсомни, то есть проблема, связанная именно с нарушением засыпания. Не с нарушением самого сна, а с нарушением засыпания. Очень часто встречается у людей тревожных. И общение в соцсетях просто по сути подливает масло в огонь. Человеку сообщают какие-то новости, от него требуют каких-то эмоций. А мы помним, что эмоции, они завязаны очень тесно на уровень тревожности у человека. Да, то есть тревожные люди, они более эмоциональны. Соответственно, у таких людей всё вот это создаёт проблемы с засыпанием. Скучная, нудная книга зачастую в этом смысле является лучшей альтернативой всяческим соцсетям. Да, абсолютно правильно. Итак, продолжим. Звонок. Алло. Алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Ирина. Так. Мне 46 лет, и меня тоже волнует эта тема бессонницы, потому что вот последний месяц я страдаю от бессонницы. Хотя при этом я стараюсь гулять на свежем воздухе перед сном, ну, вечером обычно. Но, к сожалению, вот пока мне это не помогает. При этом, ну, на мой взгляд, у меня нет таких причин для бессонницы, потому что, ну, я не нервничаю, на работе всё вроде бы как более или менее нормально. Потруга мне советует пить на ночь валерьяну в таблетках или вот отвар валерьяны. Как вы думаете, это вообще поможет мне? И вот если поможет, это не вызывает привыкания? Такой вот вопрос. Такой вопрос действительно актуальный, потому что у нас любят всевозможные травки, муравьки в стране пить. Вот что по этому поводу, кстати говоря, нутрициологи, нутрицептика говорят? Вот эти все лекарственные растения, оказывают ли они хорошее влияние на сон или нет? Ну, давайте немножко из истории. Вообще, сама валерьяна, многолетнее растение, родом из Европы, и свою историю имеет, ну, десятки, десятки, может быть, сотен лет. Итак, если взять действительно мировые продажи, это растения кава и валерьяна, где-то в год приносят 28 миллионов долларов непосредственно от продаж. Что с уверенностью можно сказать? Конечно, люди, те, кто принимают каву и валерьяну и другие растительные различные травки, конечно же, в основном пожилые люди, которые хотят избавиться от бессонницы, или те люди, которые страдают бессонницей. Но что интересно, что последние все, так называемые, мета-анализы, практически все последние научные исследования показывают, где, например, по валерьяне участвовало 1205 участников по валерьяне. Так вот, с уверенностью все показали, что между плацебо и валерьяной разницы с точки зрения засыпания и бессонницы, лечения бессонницы нет. Так и кава-кава. Соответственно, что можно сказать? Это чистый эффект плацебо. Так. Но если он есть, и действительно этот эффект достаточно хорошо помогает, поэтому, конечно, слушатель, который сейчас услышан, скажет, ну, всё, валерьяну можно, соответственно, списать. Но! Эффект плацебо существует. Но самое печальное, что у валерьяны существует огромное количество побочных эффектов. Так. В отличие от других трав, здесь может быть и различные кожные высыпания, и различные, так называемые, нарушения пищевые. Поэтому валерьяну бы лучше бы, конечно, немножко убрать. А вот другие травки можно абсолютно применять. Пусть даже существует эффект плацебо. Если человеку помогает, то почему бы, соответственно, не пользоваться этим? То есть получается, что эффект не выше, чем у плацебо. Эффект не выше, чем у плацебо. Это показал исследование 1200 человек. Так. Ну, серьёзно. Да. Серьёзно. Хорошо. Вот вы начали говорить про питание, Александр Борисович. Что же надо есть? Чего, наоборот, следует избегать, может быть, в рационе, чтобы человек спал хорошо? Ну, давайте сначала поговорим о витаминах. Какие же витамины прямо или косвенно влияют на засыпание? Так. Давайте я их перечислю. Это витамины В6, В3, В12, магний и цинк. Так. Далее. Секундочку. Значит, вот что касается вот этих витаминов. Влияют они в каком смысле? В смысле, они улучшают засыпание или, наоборот, ухудшают засыпание? Итак, если уровень этих витаминов у нас с вами мал, да, не соответствует нашим нормам и значениям, то засыпание ухудшается. Ухудшается. Да. Поэтому прежде всего нужно следить за этим уровнем. Да. И если, соответственно, непосредственно эти витамины у нас с вами в концентрациях мала в нашем организме, то мы можем наблюдать как раз нарушение засыпания. Да. И бессонница. Соответственно, дальше рыба. Рыба. Большой жирности, именно более 5%, когда жирность у нас здесь омега-3, омега-6 помогают засыпанию. Дальше, как ни странно, потребление фруктов и овощей помогает засыпанию, да. И здесь больше всего влияет непосредственно перед сном такое понятие, как наполняемость желудка. Очень трудно уснуть, согласитесь, когда желудок пустой. Происходит такое рычание. Ну, тут у многих людей разделяется мнение. Кто-то говорит, что сложно уснуть, когда он пустой, а кто-то говорит, что сложно уснуть, когда он полный. Ну, здесь полные понятия разрежения, он должен, желудок быть наполнен. Так. Соответственно, дальше, потребление киви за 1 час непосредственно перед сном, 4 недели, показали хорошее исследование, что улучшается засыпаемость. Киви? Да. Киви, непосредственно одно киви мы используем за 1 час перед сном. Угу. И ещё дальше терпкие вишни наши. А, вишни. Да, вишня, терпкая вишня действительно помогает засыпать. Ну, потому что тут как раз достаточно объяснимый эффект. Исследования показывают, что в вишне содержится мелатонин. Да. Который является гормоном ночного сна. Он действительно облегчает засыпание. Я вот с удивлением узнал, что получается, что вероятнее всего он находится и в киви тоже. Да, конечно, конечно. То есть, друзья, не отчаивайтесь, да. Проблемы с засыпанием зачастую можно решить с помощью еды. Стакан вишневого сока. Киви, съеденные всего лишь за час до сна, могут существенно улучшить засыпание. Да. Да, поэтому... А есть ли какие-то продукты, которых стоит избегать? Я не знаю, там солёные, острые? Конечно. Ну, прежде всего, те продукты, которые возбуждают симпатику. То есть, возбуждают нашу центральную нервную систему. Какие? Это, прежде всего, кофе. Кофе, да. Конечно. Это чай. Чай? Да. Неважно, зелёный, любой чай, а тем более, если такие сильные сорта, которые содержат эпигалк, это хингалат и так далее и тому подобное. Соответственно, следующий, все продукты, которые возбуждают, это перец, да. То есть, те продукты, которые также, например, горькие, сильные, да, сладкие, сильно. Алкоголь. Алкоголь, первое, помогает засыпанию. Но мы знаем, что потом часто мы уже в два часа просыпаемся, не можем заснуть. Поэтому алкоголь, такой, знаете, шутка, она, вроде бы он помогает, но на самом деле не решает вопрос. То есть, неоднозначные эффекты. Неоднозначные эффекты, поэтому не стоит его никогда прибегать к нему. Плюс привыкаемость стопроцентная, после этого уже потом не заснёшь никогда. Многие люди пытаются решить проблемы алкоголя. Да. Не надо так делать. И у нас звонок. Алло. Алло, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Нина, и хотелось бы задать вопрос Александру Борисовичу. Так. Дело в том, что мы живём в частном доме, в коттеджном посёлке, и имеем возможность самостоятельно, по своему усмотрению, устанавливать температуру воздуха в комнате. И когда время приходит ко сну, в спальне муж требует, чтобы было не выше 18 градусов. Прекрасно засыпает. Я в это время мёрзну. Жду, когда он уснёт, и тихонечко устанавливаю на 24-26 градусов. Муж просыпается, говорит, что ему душно, раздражительный. Мы, ну, не то чтобы скандалим, но ссоры у нас происходят. И вплоть до того, что у нас мысли не начать ли нам спать в разных комнатах. Хотя это было бы не очень хорошо. И вот хотелось бы у вашего гостя узнать, есть ли какое-то решение проблемы нашей. Александр Борисович, есть ли какое-то решение проблемы? Ну, прям вот, 18-26 это очень серьёзное расхождение. Да. И вы представляете, ну, существует два вида людей, у которых жировая прослойка всё-таки низкая. И понятно, что они начинают замерзать, например, при 18 градусах. И понятно, что если жировая прослойка там больше 20-25, то понятно, что температура, конечно, требуется достаточно маленькая. Что самое важное для засыпания? Это тёплые ноги. Поэтому обязательно те люди, которые страдают, да, нарушением сна, должны использовать тёплые носки. А вы не пробовали там, я не знаю, надевать там шерстяные носки и одеяло какое-то более тёплое себе брать? Да. Вы знаете, вот одеялом я пользуюсь, но дело в том, что вот про носки, честно говоря, в голову идеи не приходило. Одеялом пользовалась, но дело в том, что и лицо мёрзнет, такое впечатление, что нос мёрзнет, или руку-ногу высунулись, и они мёрзнут. Ну, здесь, на самом деле, мне кажется, что, может быть, ещё какая рекомендация? То есть муж комфортно себя чувствует при 18, вы себя комфортно чувствуете при 26. Да. Может быть, начать с того, чтобы попытаться найти золотую середину. Всё-таки биологи нам говорят, что оптимальная температура вообще в среднем для жизнедеятельности человека — это примерно 21-23 градуса. Да. Может быть, для начала действительно поискать вот эту золотую середину, которая будет и вам достаточно тёплой, и мужу не слишком жаркой. Да. Выставить, давайте попробуйте вот сегодня, например, выставить 22 градуса, да, вот как серединка, да, и посмотреть, как вы себя будете чувствовать, как он себя будет чувствовать. И попробуйте действительно, ну, может быть, не шерстяные носки, но сейчас есть такие, знаете, из такого полиэстера, такого мягкого, тёплого, есть такие вот носочки ночные, вполне очень хорошо, если ноги мёрзнут во сне. Вот. Но, может быть, на 22 градусов у вас и нос перестанет мёрзнуть. Конечно. Какие ещё причины бессонницы? Вот, кстати говоря, есть люди, у которых проблема с засыпанием, есть люди, которые прекрасно засыпают, только легли, сразу выключаются, но при этом просыпаются часов в 2-3 ночи, и дальше там 2-3 часа, там, часов до 6 утра, с нами в одном глазу, потом вот уже прям перед... Уже, в общем, вставать уже скоро пора, они там засыпают, встают обычно очень тяжело, потому что вот этот вот период, когда во время, когда они должны спать, они там 2-3 часа колобродили, он, конечно, прям полностью разрушает весь сон. Да, вот что... Почему так бывает? Здесь 100% происходит нарушение, здесь в работе центральной нервной системы, конечно, нужно искать причины, зачастую причины, конечно же, вот человек, всё-таки такое существо психическое, сильно зависимое психическое. В основном это происходит, когда люди решают какие-то серьёзные проблемы, да, вот эти мысли, первое время вроде бы устал, уснул, потом просыпаешься, не можешь уснуть. Тут, конечно, нужно начать учиться так называемый self-control, то есть начать разбираться с самим собой. Здесь, конечно, помогает хорошо медитация, йога, да, то есть те методики, те инструменты, которыми йога пользуется, человек может начать уметь избавляться от мыслей. Потому что, как мы с вами вначале говорили, вот этот бензозепиновый ряд, различные лекарства, у которых привыкаемся после трёх-четырёх приёмов 100%, и после них невозможно, они помогают отбросить эти все мысли, и поэтому человек засыпает. Но вот этот эффект спокойно можно научиться с помощью лёгких, там, йога, различных методик, которые действительно помогут... Дыхательные какие-то упражнения, да, да, дыхательная гимнастика Стрельникова, Бутейка и так далее. Так. Ну что ж, дыхательная гимнастика, если вы просыпаетесь часто ночью, да, и не можете потом уснуть, не старайтесь сразу уснуть, а сосредоточьтесь на дыхании. На дыхании. Да. У нас звонок, алло. Алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Валентина Николаевна, мне 68 лет, вот, и последнее время меня стала мучить бессонница, глаза мои слипаются, голова работает постоянно, о чём-то думаю. И этот поток мыслей вообще не даёт мне заснуть. Скажите, Александр Борисович, как можно избавиться от разных мыслей и нормально заснуть? Ммм. Ну, да. Это как раз, мне кажется, то, о чём мы говорили. Мы только сейчас с вами проговорили. Когда мысли много. Да. А есть ли, кстати говоря, какие-то, может быть, добавки пищевые, которые влияют на качество сна? Ну, давайте с вами поговорим о такой добавке, популярнейшей добавке мелатонин. Так, да. Итак, вот, мелатонин представляет собой гормон, выделяемый шишковидной железой, и даёт информацию о цикле света и темноты. Вот почему очень часто неадекватные уровни мелатонина мы можем фиксировать у пожилых людей. Почему? Потому что нарушается вот этот цикл, и, соответственно, мелатонина очень много. Заснуть невозможно. Да. И эта добавка стала действительно популярной у тех людей, которые страдают. Значит, какие дозы мелатонина вы обычно используют? От 3 до 12 грамм непосредственно. Миллиграмм. Миллиграмм, да-да-да, миллиграмм непосредственно перед сном. Да. Здесь нужно, конечно, поэкспериментировать, какая доза непосредственно для вас. Что необходимо помнить? Необходимо помнить, что это всё-таки гормон. Да. Это, получается, так называемая заместительная гормональная терапия. Поэтому, конечно, нужно использовать циклами. Так, ну, то есть надо относиться к этому серьёзно именно как к лекарственному препарату. Как к лекарственному препарату, а не как к добавке. Да. Если уже мы говорим о добавках, здесь можно использовать аминокислоту триптофан. Основная задача также повысить серотонин. И мелатонин, серотонин, очень часто гормоны сна, так можно условно сказать. И вот именно если мы используем триптофан, то мы с вами дозировку здесь можем уже разобрать в качестве одного грамма непосредственно перед сном. Как аминокислота. Как аминокислота. Ну, вот это действительно пищевая добавка. Да, да. Хорошо. А если человек принимает тот же мелатонин, ну, допустим, нерегулярно, там, раз в неделю, два раза в неделю, не всегда, то есть ситуативно, возникает ли у него эффект привыкания? Абсолютно не возникает, потому что мы знаем, что если препарат принимается раз в три дня, например, и существуют интермитирующие схемы специально, то привыкаемся к препарату, практически отсутствует. Ну, отлично. Ну, то есть, получается, что в том случае, если у человека возникают проблемы с засыпанием, ну, вот он так вот не может уснуть, у него какие-то мысли, один из простых способов – это переключиться на какие-то простые вещи. Ну, то есть, в этом смысле сосредоточиться на дыхании. Да, на дыхании, контрастный душ. Да, и плюс мелатонин для того, чтобы облегчить процесс засыпания. Напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник отдела спортивной нутрицептики Института физической культуры, профессор Российской Академии естествознаний, кандидат биологических наук Александр Борисович Мирошников. Большое спасибо, что нашли время и пришли сегодня. Спасибо, до свидания. На этом программа «О самом главном» завершается. С вами я, Сергей Агапкин, был сегодня, и желаю, чтобы ваш сон был крепок и безмятежен. Ну, а на следующей неделе жду вас на телеканале России в телеверсии программы «О самом главном». До встречи.